Зам-зам. Зам-зам — это вода, которая пьётся в паломничестве. Однажды Шайба Абдульмуталиб во сне услышал, как кто-то сказал ему, «О, Абдульмуталиб, вставай и копай, тамиба!» На другой день тот же голос сказал, «Вставай, копай, барра!» И в третий день, «Вставай, копай, меднуна!» На четвёртый день тот самый голос сказал, «О, Абдульмуталиб, встань и копай колодец Зам-зам!» И тогда Абдульмуталиб с удивлением спросил, «Что такое Зам-зам? И где колодец?» А голос ответил, «Зам-зам — это колодец, который никогда не иссякнет и никак не добраться до дна. Воды из колодца хватает всем паломникам, приехавшим со всех сторон мира. Это священная вода, созданная Аллахом для посланника и пророка Исмаиля, и появилась от удара о землю крыла ангела Джибриля алейиссалям. Колодец утоляет жажду, насыщает голодных, служит лекарством от болезней. Я могу тебе подсказать, где это? Когда приносят в жертву баранов, остатки бросают в одну яму. Там ты увидишь ворону с красным клювом. Своим клювом ворона станет разгребать одно место, место источника Зам-зам. Абдульмуталиб утром, взяв с собой сына Хариса, пошел к Аабе и стал ждать. Вдруг прилетела ворона, которую он видел во сне. И все было так, как во сне. Он с сыном побежал в то место и начал копать. И через некоторое время появился колодец. Тот самый колодец, о котором говорилось во сне. Люди рода Курайш хотели ему помочь, высказавшись, что это колодец их предка, пророка Исмаиля. Но Абдульмуталиб ответил, что это честь, очистить источник Зам-замы, открыть глаза Зам-зама, дана только ему. Курайшиты упрекали его тем, что у него был всего лишь один сын, поэтому он не может отказать им. И тогда Абдульмуталиб помолился Аллаху и попросил его дать ему десять сыновей и пообещал, что одного из них пожертвуют в Каабе. Поняв, что эти разногласия могут иметь плохие последствия, Абдульмуталиб решил прекратить копать колодец и пошел на мировую. Он предложил, чтобы этот вопрос прояснил кто-либо из знающих людей. Курайшиты решили пойти в Дамаск, живущему там ясновидцу, и спросить, кто достоин открыть глаза колодца. Случилось так, что в пути они остались без воды. В таких условиях суровая знойная пустыня не обещала им ничего хорошего. Люди были готовы отдать за глоток воды все. И вот, когда путниками была потеряна всякая надежда на спасение, вдруг послышался радостный крик Абдульмуталиба «Сюда! Все сюда! Тут есть вода, которой достаточна и для вас, и для ваших животных!» Все побежали к нему и увидели, что под копытами верблюда Абдульмуталиба видна вода. Люди кинулись к спасительной воде. Радости их, кажется, не было предела. После того, как Курайшиты пришли в себя, они поняли, что были спасены благодаря Нуру, сияющему на лбу Абдульмуталиба. Этот факт говорил им о том, что Абдульмуталиб действительно имеет преимущественное право на открытие колодца. Они сказали ему «О, Абдульмуталиб, нам больше нечего тебе сказать. Ты действительно более достоин очистить глаза колодца зам-зам. Более об этом мы с тобой спорить не будем. Нам не зачем идти к прорицателю. Мы возвращаемся домой». Субтитры создавал DimaTorzok